Грядут новые аресты. Бывшим топ-менеджерам Приватбанка предъявили обвинение в хищении крупных сумм, что предпринимает миллиардер Фирта, чтобы избежать экстрадиции из Австрии в США. Почему олигархи могут потерять кипрские золотые паспорта? Об этих и других темах нового номера англоязычного еженедельника смотрите в Киевпост-ревью. Мы давно ждали возможности поговорить с Андреем Ермаком, потому что он играет очень большую роль в управлении государством. Сейчас он практически, многие так считают, второй человек после Зеленского. И он взял на себя много ролей разных, много полномочий. Он занимается и внешней политикой, и внутренней, и региональной. Поэтому нам, конечно, было важно и интересно поговорить с ним. И особенно сейчас, интересный момент для этого разговора, потому что сейчас не так давно сменилась администрация в Вашингтоне. И украинская сторона, администрация президента Зеленского, старается сейчас наладить контакты и воспользоваться этим моментом для того, чтобы улучшить, усилить отношения и партнерства Украины и США. И, конечно, в том числе и Андрей Ермак занимается этим сейчас. В частности, одна из главных надежд, которые Украина полагает на новую администрацию США, на президента Байдена, это то, что Америка начнет играть более проактивную, более сильную роль в урегулировании конфликта на Донбассе. В том, чтобы закончить войну, которую начала Россия в 2014 году. Мы знаем, что сейчас в основном переговоры происходят с участием европейских партнеров. И администрация Зеленского не раз говорила, что они надеются, что Америка будет и что Америка должна играть большую роль в этом вопросе. По словам Андрея Ермака, в администрации президента надеются, что США помогут Украине вступить в НАТО. Что хоть и требует коллективного решения стран Североатлантического альянса, но именно поддержка Америки здесь может сыграть решающую роль. И, конечно, мы помним, что у отношений Украины и США есть интересный бэкграунд. Мы помним, что вскоре после того, как Зеленский стал президентом в 2019 году, у него было такое необычное боевое крещение в международных отношениях. У него был звонок, типа разговор с президентом Америки, тогда Трампом, где Трамп и его окружение хотели, чтобы Зеленский начал в Украине расследование против Джо Байдена, который теперь президент Америки. И Зеленский не сделал этого, но тогда в той коммуникации выражал готовность на это пойти. В результате этого не случилось. И, в том числе, Андрей Ермак, с которым мы говорили, он играл большую роль в коммуникации тогда между окружением Трампа и Зеленским. И поэтому, конечно, вдвойне интересно было сейчас поговорить с ним об отношениях с США и в том числе об этой истории, о том, что они думают сейчас, спустя полтора года, о том, что происходило тогда. Также в этом интервью Ольга Руденко коснулась ситуации, сложившейся в Национальном антикоррупционном бюро Украины. В частности, речь идет об очередной попытке уволить главу НАБУ Артема Сытника, якобы за расследование закупок вакцины от COVID-19. Мы пытались спросить об этом у Андрея Ермака, действительно ли они считают неправильным существование такого расследования. И нужно сказать, что он отметил, что если есть факты, которые свидетельствуют о преступлении, о том, что закупка была произведена неправильно, они должны быть расследованы. Но в то же время он сказал, что считает странным и несвоевременным такое расследование. То есть вот такое противоречие, которое, наверное, симптоматично для понимания настроений в Министерстве президента сейчас. После трех лет расследования украинские сыщики задержали первого подозреваемого в крупном деле о мошенничестве с банками. Речь идет о деле Приватбанка. Мы знаем, что случился большой прогресс, что впервые были предъявлены первые подозрения в деле ухищения средств из Приватбанка бывшим менеджментом и бывшими совладельцами банка. Пока что эти подозрения были выписаны только нескольким бывшим топ-менеджерам банка. Мы не знаем, готовится ли подозрение такое бывшим владельцам банка, что, конечно, интересно было бы узнать. Владимир Яценко, как только появились вот эти вот, как только появились варрент на его арест, он сразу же поехал в аэропорт, сразу сел на чартер самолет Коломойского и чуть не вылетел из Украины, пока этот самолет не посадили. Так что его влияние, его информационная сети пронизывает весь этот процесс, поэтому это важно, что именно наконец-то решились идти за бывшим главой. Выставили подозрение ему и целому финансовый менеджмент департмент Приватбанка. Еще мы слышим, что могут еще проверять в НАБУ членов или бывших членов нацпанка, потому что там или просто закрывали глаза на это все, или даже как бы брали, могли даже брать взятки, чтобы никто их не трогал. А вот этот арест и эти подозрения, это было не за весь 5,5 миллиардов, это было за захищение 136 миллионов гривен. В последние дни до того, как банк национализовали, они вывели деньги, по словам протокуратуры, они незаконно выплатили деньги аффилированной компании по депозитным договорам и предоставили платежные документы задним числом. Деньги их попросили вернуть и получается, что по нашей информации они вернули, но это не спасет их от уголовного дела. Несмотря на то, что задержанный и арестован был только один из трех бывших топ-менеджеров банка, которым выданы подозрения, это уже очень сильный сигнал о том, что есть прогресс в деле. И, конечно, мы за этим следим, и в этом номере есть материал о том, что это значит. И, в частности, мы смотрим на то, что это означает для расследований по бывшему владельцу приватбанка Игоря Коломойского, который происходит сейчас в США. Потому что у нас есть в том числе информация о том, что защита Игоря Коломойского в США использует тот факт, что в Украине против него нет преследований, как аргумент в американских судах. Согласно источникам Киевпост, американские дипломаты дали понять украинским официальным лицам, что они внимательно следят за делом приватбанка и ждут, когда предъявят обвинение. Конечно, очень было бы трудно получить какое-нибудь доказательство, что со стороны США бы надавили, но новая администрация, мы знаем, что Байден лично говорил с Порошенко насчет приватбанка. Он сказал, что я понимаю, что Коломойский это очень, it's a pain in the ass, как он сказал, но все-таки вам надо это дело решить. И мы думаем, что эти последние действия с санкциями, это тоже было, как бы, Украина идет в сторону США, чтобы улучшить отношения, чтобы иметь хорошее отношение с новой администрацией. И еще до этого были санкции против китайских инвесторов Мотро Сич, все санкции, которые появились в новом году. Еще в США сейчас проводятся свои расследования компаний, оптимокомпаний, которые связаны с Коломойским, и там, может, там готовят уголовное дело тоже. У них там сделали civil forfeiture, это когда они забирают их имущество, потому что оно было там, прямо в Department of Justice в США писали, что мы увидим, что было обмывание денег. Еще один материал номера расскажет о постановлении Высшего антикоррупционного суда наложить арест на нефтепровод, принадлежащий фирме Прикорпат Захит Транс, которую считают связанной с Виктором Медведчуком, хотя сам политик и отрицает, что является владельцем. На данном этапе трубопровод намерены передать агентству по возврату и управлению активами. Конечно, мы не отразили бы картину новостной недели полностью, если бы мы не написали о деле Сергея Стерненко. Стерненко, одесский активист, был осажден, ему присудили 7 лет в тюрьмы, конфискацию по имуществу по делу о разбое и хранении оружия, которое случилось в 2015 году, если не ошибаюсь. И это дело, конечно, очень сильно поляризовало ту часть общества, которая за ним следит, потому что есть активная часть общества, которая считает, что к этому делу очень много вопросов, и что его осудили совершенно незаконно с нарушениями, есть очень много вопросов, в том числе к прошлому суде, который вынес решение и так далее. И есть какая-то другая часть, которая считает Сергея Стерненко радикалом и ратует за то, чтобы он понес наказание. И мы стараемся объективно посмотреть на это дело и посмотреть на приговор, на то, какие есть сомнительные моменты в судебном деле, в том, как проходил судно с Сергеем Стерненко. И, конечно, мы продолжим за этим следить, потому что мы знаем, что против Сергея Стерненко есть еще одно дело, которое еще в процессе идет. И он стал, так или иначе, важной фигурой, мы думаем, для украинского общества сейчас. И мы, конечно, будем продолжать следить за развитием событий. В рубрике «Лайфстайл» читайте об альтернативе тренажерным залам на период пандемии онлайн-тренировках. Еще один материал посвящен новому логотипу Чернобыльской зоны отчуждения. Его разрабатывает украинское агентство «Банда». По задумке, центральное изображение представляет собой черный восьмиугольник в форме взорвавшегося четвертого реактора. Логотип будет меняться каждый год, чтобы отразить изменения в зоне отчуждения. Так, восьмиугольник будет становиться все тоньше, пока не исчезнет полностью. Компании, использующие логотип, должны будут обновлять его ежегодно в день трагедии – 26 апреля. И на фоне многочисленных, к сожалению, плохих или не очень радостных новостей, есть одна очень хорошая. В Украине наконец-то началась вакцинация от коронавируса. Первую вакцину в каоле врачу в Черкасской области. Это случилось вчера, 24 февраля. И вакцинация началась постоянно вчера уже, если не ошибаюсь, в четырех областях. И мы будем, конечно, следить о том, как она будет происходить. В этом номере у нас будет просто маленький материал о том, что вакцинация началась. В будущем мы, конечно, уделим этому больше внимания. И мы хотим поставить счетчик на сайт с количеством людей, которые прошли вакцинацию в Украине, если правительство будет предоставлять такие цифры. Самые свежие новости и эксклюзивные статьи о бизнесе, политической, социальной и культурной жизни Читайте в новых выпусках украинского англоязычного еженедельника, а также непосредственно на сайте Киевпост. Подписывайтесь, чтобы поддержать независимую журналистику в Украине. Киевпост Listen to Ukraine's Global Voice